Поддержка Украины и защита глобального информационного пространства – основные задачи Международного центра противодействия российской дезинформации в Варшаве. Кремль постоянно использует ложь и манипуляции, чтобы распространять ложные предлоги для своего неоправданного вторжения, затушевать цели развязанной им войны и попытаться ослабить мировую солидарность с украинским народом. Группа по украинским коммуникациям призвана противостоять этим лживым нарративам и помогать правдивому освещению стойкости и мужества Украины перед лицом российской агрессии. Из заявления Госдепартамента США на сайте ведомства. В 2024 году внешнеполитическая служба ЕС выявила больше полутора тысяч случаев прокремлевской дезинформации. Всего же за последние 9 лет в странах Евросоюза зафиксировали 17 тысяч таких инцидентов. Неправдивая информация, которую Кремль распространяет в Европе, преимущественно касается Украины. Большая часть данного контента, свыше половины, была направлена против Украины и касалась ее лидера в ситуации в стране, внутренней и внешней политики. Вторая по величине смысловая категория – восхваление России, ее лидера в ситуации в стране и политике. А на третьем месте антизападный контент – кампании по очернению ЕС, его политиков и дезинформации о жизни в государствах Евросоюза. Например, Европа замерзает без российского газа. Из публикации издания Deutsche Welle. Россия на пропаганду денег не жалеет. Для распространения фейков Москва используют подконтрольные СМИ и так называемые сайты-двойники европейских официальных представительств и издания, а также западных чиновников. 17 мая 2024 года Совет ЕС запретил деятельность четырех СМИ, связанных с Кремлем. А именно, РИА, новости, известия, российская газета и базирующиеся в Чехии, связанные с Виктором Медведчуком, интернет-портал Voice of Europe. Европейский союз после начала полномасштабного вторжения России в Украину предпринял беспрецедентные до этого мероприятия, направленные на борьбу с российской дезинформацией, на противодействие российской дезинформации. Введены санкции против российских СМИ, телеканалов, информагентств и так далее, заблокированы их доступ к ресурсам на территории Европейского Союза и так далее. Но, тем не менее, российская пропаганда всегда находит лазейки, находит инструменты для того, чтобы достучаться до европейской аудитории, для того, чтобы манипулировать аудиторией, для того, чтобы стравливать людей, для того, чтобы ссорить людей друг с другом, провоцировать конфликты. Ну и мы на сегодняшний день видим, что введенные ограничения, они являются недостаточными. Теперь Кремль делает ставку на распространение дезинформации не в классических СМИ, а в социальных сетях. Так, согласно опубликованному 11 июня 2024 года докладу испанской организации по проверке фактов, Maldito.es, YouTube и социальная сеть X часто не принимали мер по борьбе с дезинформацией перед выборами в Европейский парламент. Так, видя хостинг YouTube, не реагировал в отношении 75% дезинформационного контента, а социальная сеть X в 70% случаев. В Европе действуют разные группы в соцсетях. Они очень оживились перед выборами, снимали ролики, где проталкивались нужные для Кремля нарративы. Увы, те, кто подвержен манипуляциям, как раз на эти публикации и положительно реагируют. Наталья Шавшукова – политолог в интервью изданию «Голос Америки». Основная цель Кремля – подорвать поддержку Украины Западом. Для этого Москва применяет традиционные методы – пропаганду, дезинформацию и диверсии. Мы, как и спецслужбы других стран, получаем информацию о деятельности российских спецслужб, которые пытаются вербовать за пределами России людей, желающих осуществлять диверсии на территории европейских государств за деньги. Цель – дестабилизация, стремление вызвать страх и сомнения у граждан в том, что их государства способны их защитить. Служба безопасности Чехии в социальной сети X. В апреле 2024 года чешская полиция заявила, что взрыв 63 тонн боеприпасов на складе «Вербетице» в октябре 2014 года был результатом операции Главного разведуправления России. А 10 мая Чехия объявила в розыск Андрея Верьянова, одного из высокопоставленных офицеров ГРУ, ответственного за диверсию в «Вербетице». Нынешняя диверсионная кампания Москвы направлена прежде всего на нарушение цепочки военных поставок в Украину, считают аналитики. Эту деятельность российские спецслужбы ведут уже 10 лет. Юлия Грановская для телеканала Freedom.